Всем привет! С вами Селиванси и Катерина, старший директор компании Faberlic. Сегодня тема такая, как открыть ИП, все нюансы, фишки и личный опыт. И опыт моих новичков, которые открыли ИП, и вышестоящих наставников тоже. Многие вообще боятся открытия ИП, и потому что сравнивают его, у кого-то был, сравнивают с ИП, который открывают в торговле. Там совершенно другие виды налогов, другая отчетность, и вообще все сложно и все плохо. Поэтому они почему-то боятся. Здесь вообще все по-другому. Здесь самая упрощенная форма, которая только может быть. Я вам сейчас в подробностях все расскажу. Вот ИП, которое, например, вы открывали в другом виде торговли. Там, например, у вас мог быть доход, тоже упрощенка, но, например, там доходы минус расходы. И там платится вообще другой налог, 15%, например. Или, в общем-то, разные виды налогов. У нас 6% налог просто. То есть на наемной работе вы платите 13% налог с отчислениями в пенсионный фонд и здесь, и там. Если у вас ООО, то от 30% до 50% налоги. Здесь 6% и самый маленький. В эти 6% входит и отчисление в пенсионный фонд. Значит, смотрите. Чеки здесь собирать не надо, как в другом виде торговли. На что потратили, не нужно собирать. Просто можете деньги снимать и пользоваться вообще без проблем. Или платите этой картой в магазине. Без всякого отчета. Вы заключаете контрактизацию с компанией сетевой. Это касается любой сетевой компании, потому что у нас такое законодательство, мы не можем работать нелегально. Если у вас в бизнесе всякие там веб-кошельки, то компания работает нелегально и зарегистрирована в всяких офшорных зонах. У нас все официально. Компания платит налоги. 21 год компании поставщику. И мы работаем как, получается, партнер по контракту. В контракте не прописано никаких штрафов, ничего. Просто сколько заработали, столько получили доход. Чеки никакие не собираем. Как мы регистрируем ИП? Заходим на сайт госуслуги. Если вы там еще не зарегистрированы, потому что все там записываются в садик, в школу, штрафы платят, права меняют, загранпаспорт получают через этот сайт, все онлайн. И нужно предъявлять оригинал паспорта, потому что однажды вы уже подтвердили там запись вашей документы. Как если вас еще нет на госуслугах до сих пор, то идете в МФЦ или в налоговую, подтверждаете, показываете оригинал паспорта. Все. С тех пор можете онлайн своим кабинетом пользоваться. Там такая электронная подпись, она бесплатная. То есть вы, получается, оформляете электронную подпись, она бесплатная. И с тех пор вы можете очень много пользоваться, даже транспортные карты какие-то заказывать. В общем, много всего. Писать все обращения в эти службы любые, органы там всякие и так далее. В общем, все удобно. Пользуйтесь вообще и никуда ходить не надо. Все платить можете оттуда. Там еще и скидки есть, в отличие от других всех, от банков и так далее. Значит, госпошлины сейчас нет. На ИП была 800 рублей. Если вы подаете вот так в электронном виде на ИП, через 3 дня готовность. Госпошлины 800 рублей нет. И бланк сейчас. Вот раньше был такой цветной бланк, свидетельство. Это вообще отменили. Вообще никому его не выдают. Онлайн у вас, свидетельство есть онлайн. Все, вот ваш номер. И не нужно никакой оригинал. Да. То есть сейчас все упрощенно и удобно. Открываем ИП в Аберлике с уровня 15%. На самом деле можно и раньше. Но смысла нет. Смысла нет, потому что доход на меньших процентах очень маленький. И проще не платить налог. То есть когда вы открыли ИП, вам же уже налог надо платить годовой. А здесь пока у вас на счету деньги копятся, может быть. Или вы их тратите на заказы. В этом случае вы налог не платите. То есть проще забрать себе порошком, хостоварную. Все равно каждый день затаривайтесь в магазине. Ну здесь мы меняем магазин на свой, конечно. Чтобы зачем конкурентам делать, спонсировать их канары. Себя спонсируем. В своем магазине сами берем, что надо. А не супермаркете в чужом. А то там директор поедет на море, а вы будете, как сказать, без денег сидеть. Ну понятно, свой заказ это копеечка в товарооборот. Но копеечку привносим все равно. Как бы если вы открыли магазин мясной, соответственно, глупо покупать мясо в другом магазине. Или если у вас магазин окон, то заказывать окна у конкурентов, ну вообще более чем глупо просто. И себе, и родственникам касается. Ну в общем с 15% можем уже заключить договор с компанией. И выводить деньги на личку, открыть карту. И все официально идет. До этого вам деньги просто на счет, вы можете их списать в заказ свой. Заказали там платьишко, фаберлик, нижнее белье, хостовары, средства для меня, посуды. Все деньги списали. Просто когда большой доход и ваш заказ уже, зарплата превышает ваш заказ стандартный, целесообразно уже вводить деньги наличкой. Можете деньги копить и вывести их потом, все разом. То есть в других, кстати, компаниях, не буду показывать пальцем, можно оформлять ИП, контрактизацию делать только с уровня директора. Вот это как бы не очень хорошая фишка, но здесь с 15% можно. Ну может кому-то срочно нужны деньги, да, ждать до уровня директора, им не очень удобно, естественно. Значит, по кодам ОКВЭД. Если вы захотели в ВИТИ, вы уже приближаетесь к 15% и запланировали на 15% уже открыть, ну быстро прям растете, запланировали выводить денежки наличкой. Пишем компанию заранее уже, пришлите мне все материалы, чтобы открыть ИП, все там коды, заявления, все, что надо там, вот, все заполняете. Коды ОКВЭД они высылают, там заявление на ИП нужно прописать, по каким кодам вы работаете. То есть там, например, код номер такой-то, это касается интернет-магазинов и так далее. У меня прописано 52 кода. На всякий случай я прописала архитектурную деятельность, так как у меня первое образование архитектор, второй юрист. Значит, какие-то консультации там тоже прописывайте дополнительно к этим кодам, которые даст компания. То, что компания дает на свой вид деятельности, там, на интернет-магазины и так далее, да. Вот. Но отчитываетесь налоговый только раз в год по главному коду. Неважно, может, по другой деятельности работаете из этих списка кодов, но главный просто указывайте в отчете, вот, главный, который вы решили сделать главным. И, в принципе, не особо и важно, какой он там главный. Когда я подавала, я тогда не ходила онлайн, решила я съездить сама в налоговую подать заявление. И написала какой-то там даже устаревший код я выбрала, или, может, я ошиблась в коде. Он оказался вообще не тот код. Но мне сразу его поправили, сразу проверили при мне, что код не тот. Я переписала это заявление тут же на открытие ИП и исправила. У них там сборники лежат. Прямо можно дописать коды просто по вашему виду деятельности, но мало ли чем в будущем будете заниматься. Выбирайте все, что вам нравится из этого каталога кодов. Хоть сто штук там пишите. На все случаи жизни. Чтобы ничего не вносить, это, конечно, бесплатно добавлять коды, ну, чтобы лишний раз никуда не ходить. В общем, налог меньше, чем на наемной работе и меньше, чем у ООО. 6% у нас. В 6% входит пенсионное отчисление. Налог платится при доходе свыше 300 тысяч рублей. Плюс, но еще нюанс. Плюс свыше 300 тысяч рублей доход, еще платится 7% в пенсионный фонд. Это на повышенные, значит, доходы 1%. Я его тоже плачу. Значит, доход на чистую прибыль имеется в виду. То есть, это не товарооборот вашего магазина. То есть, у вас в магазине купили там на сколько-то миллионов рублей, да, у вас заказов. Это не на это. Это на чистую прибыль, сколько ваша зарплата пришла на ваш счет. Вот ваша зарплата, допустим, 100 тысяч рублей. Вот на 100 тысяч рублей вам нужно платить доход, а не на тот общий товарооборот, на сумму заказов ваших. Сумма заказов вообще никак не учитывается в данном случае. Только ваша чистая зарплата. Но это не зарплата, а как бы доход, я уж так говорю, зарплата. Вот. Открываем по месту жительства. Если вам нужно идти налоговую лично, это по месту жительства. Вот. Накопленные деньги выводятся. То есть, если вы не сразу открыли ИП по каким-то причинам, не знаю, ли оно было или что. Вот. У вас остались, накопилось за несколько каталогов там денежка. Ну, допустим, 60 тысяч рублей вы накопили, 100 тысяч рублей накопили. Даже если вы миллион накопили, у нас наставник была, она там паспорт оформляла и так далее, но не было у него. Она не могла открыть, да. Так она миллион рублей выводила, копила и вывела миллион рублей сразу под заявлением. Значит, нужно писать, имейте в виду, вам с вами никто не предложит, а давайте выведите деньги. Они у вас на счету там будут лежать и как бы на заказы можете выводить. Нужно писать заявление в компанию онлайн, что прошу вывести все накопленные деньги мне на счет. Вот. Я говорю про Россию сейчас. Другие страны я не знаю. Значит, упрощенка, еще очень важно, нужна обязательно справка об упрощенке 6%. Когда вы подаете ИП, нужно тут же подать заявление на переход на налогообложение 6% об упрощенке, да. То есть заявление об упрощенке пишем сразу, иначе у вас будет только месяц, если вы не подали в день открытия, ну, день подачи заявления, да, ИП, не подали такую бумажку, вам будут делать ее целый месяц, и у вас есть еще только месяц, чтобы перейти на данный вид налога. В общем, делайте в день открытия, в день в смысле подачи. Обязательно справка нужна для Фаберлик, об упрощенке 6%, иначе вам не сделают контрактизацию, с вами договор, иначе не заключит, сразу делайте. Вот, налог платится один раз в год, но я рекомендую платить раз каждый квартал. Кто-то может платить даже каждый месяц, кто не умеет там откладывать деньги и так далее, и вообще, как сказать, расходовать грамотно свои финансы. Можете платить каждый месяц, но лучше раз в квартал платить, потому что я в первый год, я не заплатила налог, не платила в квартал, я подумала, я заплачу в конце года, а в конце года у меня набежал налог больше 100 тысяч рублей. Я вообще была морально не готова к такой сумме, это же надо просто из кармана достать просто эту сумму и заплатить налог, да. Хотя, вроде так, зарплата перечисляется, перечисляется, ничего это не считаешь, конкретно, и думаешь, ну там, может 60 тысяч набежит, ну ладно, у меня же там будет большая зарплата, я это оплачу. Вот, а потом выходит налог большой, и как-то это немножко сюрприз. Поэтому лучше платить раз в квартал. Самый оптимальный способ. Добровольно. Значит, раньше я подавала декларацию в налоговую, и я платила за нее бухгалтеру 400 рублей. То есть, онлайн отсылаю, она мне присылает декларацию. Это в компьютере, да. Вот. Что в ней пишется? Ее, потом она говорит, а что ты сама не заполняешь, она такая легкая, она пробовала, сама заполнила в следующий раз. Значит, общая сумма дохода пишется за год. Вот смотрите, вы выгрузили там по своему банку, личном кабинете, общую сумму выбрали за год, за период год, общая сумма сколько вышла. Вот эту сумму там пишите, потом по кварталам пишите в личном кабинете банка, по кварталам сумма. То есть, за первый квартал у вас такой доход, за второй квартал такой-то. Вот. И плюс, сколько вы заплатили налога каждый вот квартал. Вот это пишите, заполняете. Все, там больше вообще ничего не надо. Вот это ваша декларация. Многие думают, что там, ого-го, сколько всего нужно знать бухгалтерских фишек, ничего не надо. В крайнем случае, если что-то вам там непонятно, прямо образец скачали в интернете, все это даже есть, и разберетесь прямо быстро. Вот. Но даже когда бухгалтеру подавала, я где-то ошиблась в какой-то там дате или что-то, я неправильно сумму или дату написала, мне прислала налоговая письмо на почту. Кстати, все на сайте налог.ру, тоже там обязательно регистрируемся. Все ваши штрафы будут прописаны. Если что-то вам письмо пришло, все это вы увидите на этом сайте. Значит, я писала уточнение. Я отправила, что тут ошибочка у нас, но я сама там эти данные немножко обрала. Вот. Что у них там дата какая-то не совпала или сумма. Вот. Я туда звонила в эту налоговую. Дозвонилась в какой-то там кабинет. И, в общем, они сказали мне, что в чем проблема. И даже вот к бухгалтеру, да, получается, обращалась. Данные-то я сама давала из своего кабинета банка. Ну, в смысле, я так ручную их переписывала. Могла хотя скрин сделать. Она там сама разобралась в сети датах. Вот. По поводу выбора банка. Банк, значит, стационарный сначала у меня был. Обычный банк, который работает до какого-то времени, по выходным не работает. Это очень плохо. Я с ним заплюхала. Сейчас у меня мобильный банк. Конкретно можете, например, мобильный банк, для примера, это Тинькофф или другие. Да. То есть, у которого нет стационарного офиса. У них все дешевле. Просто. У них еще, кстати, есть приложение бухгалтерия. Бесплатно. И там декларация формируется сама. Теперь я вообще не парюсь с декларацией. У меня просто я нажала кнопку сформировать декларацию. Бац, она у меня вся готова. Налог я тоже оплачиваю. Там, естественно, с расчетного счета сразу. Значит, просто. И там предупреждает оно. Вот за квартал вам нужно заплатить столько. Вам осталось 5 дней до оплаты налога. Вам нужно такого-то числа следующий налог оплатить. Еще даже они СМС вам пришлют об этом. Вот. И всякие оповещения. Потом, значит, декларация вот одной кнопочкой формируется. Вообще очень удобно. И прямо сразу в готовом виде она у вас есть. Можете себе на почту даже отправить там, что хотите. В стационарном банке, который обычный, там еще очень неудобный личный кабинет. Он по цифровому ключу. Который у некоторых банков вообще платный. Ну, типа электронный ключ там цифровой. А в некоторых бесплатный. Значит, то есть, чтобы вам такое вообще фишку иметь, еще нужно дополнительно заплатить. О чем вам еще даже сразу не скажут, естественно. А вы не знаете, что спрашивают. Вот. Плюс у других банков дороже обслуживание. Расчетный счет, он платный везде. Просто во многих банках первые 2 месяца бесплатно, например. Или как-то там другие всякие акции, да. Потом все начинается очень дорого быть. Ну, как очень дорого. Ну, для новичка это дорого. Значит, у этого стационарного банка, который кабинет по цифровому ключу. То есть, все там операции, которые я трачу, деньги с этой карты, поступление мне. Надо же смотреть лично в кабинете, да. В общем, у них, во-первых, слетала у меня активация. Когда я обычный банк использовала. То, ну, просто она слетает, хоп, и не работает. Неизвестно почему. То я обновила браузер, то браузер сам обновился, вышла новая версия. То мой старый не поддерживается, то новый еще не поддерживается. То моя система на макбуке, я обновила систему. Все, у них еще программисты не написали там чего-то, супер новая версия у них. В общем, постоянно у них какие-то глюки. Все время у меня слетает, да. Ну, как это же, как бы, доход, ваши деньги должны все это видеть. Вот, а если вы воспользоваться ничем не можете, и у вас всякая такая фигня. Вот, значит, из-за этого мне было неудобно. Я все время бегала в офис, проблемы они решают очень долго. Во-первых, у меня еще три раза блокировали счет. Причем блок всегда был в пятницу. Вот в пятницу. И жди понедельника. Выходные мне не работают. В пятницу юрлица уже закрыты, потому что они там до трех-четырех банков, до трех-четырех часов работают с юрлицами только. Хотя банк может быть и до шести, до восьми работать. То есть они даже не обслуживают, и даже вас не проконсультируют по телефону вообще ничего. Ждите понедельника, еще дозвониться. А если вы в отъезде сидеть из-за границы на российском номере, да, это тоже деньги. Поэтому с этим вообще замучилась. Постоянно я вот, как сказать. В общем, это зависит от банка. А в мобильном банке такого нет. Которые банки не имеют офиса стационарного и так не работают. У них, во-первых, круглосуточная поддержка. Так что, кстати, плюс еще вот штрафы мне набегали. Да, я первый год же заплатила налог. То ли позже, то ли как-то не так. И мне набежали 4 штрафа по 2 копейки. Но они их благополучно списали. Нет, я их сразу заплатила. Но в крайнем случае, еще там у меня была тоже какая-то там чего-то неправильно. И я штраф они списывают со следующего. Вашего поступления денег. Так что там все быстро, нормально. Спишут и вообще есть проблема. Значит, про круглосуточную поддержку преимущество вы просто поймете. У мобильного банка круглосуточная поддержка. Причем и в чате, в самом приложении они отвечают вам постоянно круглосуточно. И вы можете позвонить и все конкретно спросить. А вот эти предыдущие банки, которые обычные, Эта поддержка, она, соответственно, до 3-4 с юрлицами, выходные не работает. Это очень неудобно. Каждый вопрос. Плюс, учитывая то, что у меня было 3 раза блок. Знаете, почему у меня был блок? Я в том же банке открыла депозит. То есть положила деньги под проценты. А так как я там меняла, еще меняла номер телефона. Там мне внесли один номер телефона, а здесь другой. Они сопоставили данные. У них для физлица, где я открыла депозит, у них одни данные, а там другие. Они меня молча блокируют и все, я прихожу в магазин, моя карта не работает. Что за фигня, естественно, там какой-то выходной. И потом еще разбираюсь целую неделю. Они там вносят телефон. Все у них это неделю целую происходит. В общем, это все ужасно. Ждать подтверждения. Потом у них какой-то главный начальник в отпуске, на больничном подписать надо. В общем, бегала к ним, бегала первый год. Вместо того, чтобы сразу открыть нормальный мобильный банк. Кстати, мобильный банк приехал ко мне домой с картой. Позвонила, заказала. Приехали ко мне домой совершенно бесплатно. Все привезли совершенно бесплатно. Все сделали, договор подписали. Все данные, если какие-то неправильно даже внесли, тут же корректируется все. Вообще быстро, моментально. И очень мне понравилось. Значит, другой блок. То есть из-за номера телефона, из-за других данных. Там паспортных меняла, там паспорт. Все им принеси. И вот это стационарный банк. Любое изменение в паспорте, любое изменение. Принеси, иначе все. Проблемы на свою голову. В общем, плюс еще в мобильном банке дается 2-3 месяца бесплатного обслуживания. Первое всегда для всех. Плюс еще, если вы кого-то порекомендовали. И мне, и вам дается столько дополнительного бесплатного обслуживания. И там просто нужно сказать ИНН номер при открытии. Вот если вы скажете мой ИНН номер. Если вы открываете ИП. Вы можете мне писать в любую там соцсеть. Под видео будет ссылки на мои контакты. Я вам вышлю свой ИНН. И вам при открытии счета будет подарок. Там 3 месяца бесплатного обслуживания и чего-то еще. У меня сейчас девочка недавно открыла. У нее до конца года уже бесплатное обслуживание ей дали. Абсолютно ничего не платите. Вообще расчетный счет он главный. Конкретно я влачу 490 рублей в месяц. Но там еще есть кэшбэк. В предыдущем банке тоже был кэшбэк. Но он был на сумму покупок. А здесь на сумму остатка денег. Сколько у вас там лежит. На сумму денег или поступлений. В общем, во всех банках по-разному. И хотя процент там был больше, а здесь меньше. Здесь у меня начисляется больше денег. И то есть, например, сразу я открыла там. То 800 рублей, то 1000 рублей, например, вам может начислиться кэшбэк. На вашу зарплату или на ваши покупки. Вы же можете много не тратить, просто наличкой снимать. Но здесь имеется в виду на покупки в магазине. Ну, в любом на покупки. Бензин, аптека, что угодно, кафе там. Только не считается снятие наличкой. То есть, этот счет получается обслуживание. За счет все перекрывается за счет кэшбэка. И даже больше у вас еще остается дополнительная денежка. Поэтому тут в других банках дороже, кстати, обслуживание счета. В том у меня был счет в месяц больше стоило. Но в некоторых банках нужно оплатить его сразу при открытии большую сумму за год. Или как-то вот. И получается, в принципе, то же самое еще и дороже. И плюс еще какое-то обслуживание в месяц дополнительно. В общем, я все банки сравнивал. Я человек дотошный. Прежде чем что-то я все 10 раз позвоню, спрошу и проверю. Потому что я... Чтобы потом не расстраиваться, да? Что что-то не знал. Вот. Есть еще комиссии перевода. Но я все уточняла. Есть варианты без комиссии. Очень много вариантов. То есть, например, там до 150 тысяч в день. И куда конкретно? То есть, я не так. Я конкретно звонила в техподдержку. Говорю, если я отправлю деньги на карту ВТБ. А если я отправлю деньги на карту Сбербанк? Сколько у меня комиссия? А если я отправлю на карту того же банка? Да? То есть, они еще дополнительную депутовую карту привозят тоже. Сколько мне будет? И как я могу отправить деньги бесплатно? Снять наличкой? Да? То есть, если я плачу в магазине, у меня комиссии вообще нет. Если вы там покупаете стройматериалы, делаете ремонт, на свою карту, плачете в терминале за продукты. На это вообще нет комиссии. Если вам приходит зарплата от Фаберлик, вот сколько в акте написано, сколько я заработала, до копейки мне приходит та же сумма на счет. Там комиссии вообще нет. На расчетный счет деньги себе класть не нужно, иначе вы с них заплатите налог. Это ваш доход, как бы ваши типа фирмы, да? Ну, не фирма, это ИП, да? Но все равно юрлицо. То есть, выясняем сначала, как вы можете снять деньги. А в этом банкомате сколько с этой депутовой карты? А в том банкомате сколько? То есть, в каких-то банкоматах есть процент, каких-то нету? Там, наоборот, в сторонних банках нет процента, да? Вот. В общем, все прям уточняйте. Прям все-все. Я это все даже записывала, потому что ты ничего не запомнишь, естественно. Кстати, по ИП. Украине немножко по-другому. Украине платится на ИП 5% налог годовой, да? Но в пенсионный фонд, вот в России это закладывается 6% уже налоги отчисления, пенсионный фонд. Они как бы там вычитаются, да? То есть, это входит 6%. А здесь в Украине 5% налог и сверху пенсионный фонд платится 918 гривен за месяц. Квартал 2754 гривны. Но так, если посчитать, это примерно 6% и выходит в итоге годовых, как бы как у нас. Но у вас же доход, соответственно, нормальный, большой. Так что 6% не надо думать, что отдать 6% это от вашего дохода 6%. То есть 100 тысяч у вас, да? Грубо говоря, 6 тысяч вы должны отдать. Уже смиритесь с этим в самом начале. Вам компания платит большие деньги, чтобы еще жалеть 6%. На работе вы бы 13 тысяч рублей отчислили на наемной работе. Просто вам это не видно. Вы же получаете наличку и так и считаете свою зарплату, сколько наличкой получили. А так мы здесь платим сами налог, то нам его видно. И как будто мы его тут, на счет-то пришло столько, и потом мы отчислили налог. А на наемной работе вам сразу дают, просто и вы этого не видите, не замечаете. Так что в Украине онлайн тоже можно подать и быстро, так же и открыть и закрыть ИП. Закрыть просто, подаем заявление и все, оно закрыто. Тут нет проблем, как у каких-то людей с другими видами бизнеса. Поэтому здесь вообще нет никаких проблем. В общем, сейчас, когда мобильный банк особенно открыл, нажимаю кнопочку декларации, раз в квартал, кнопочки, там все готово, подготовлено оплатить налог. Куда там оплатить, сразу даже пишутся реквизиты. То есть конкретно в налоговую, там сразу определяется моя даже налоговая, сразу автоматом. И сразу все отчисляется, туда все по одной кнопочке, ну по две. Значит, ничего сложного здесь вообще нет. Вот сумма вам просто приходит, вы вообще ничего не делаете. Приходит вам сумма, просто платите налог, потом за год формируете декларацию. Здесь вообще ничего страшного, поэтому бояться не надо. Тем более я уже вам все рассказала, вы уже знаете все подводные камни, чтобы их избежать. И вообще у вас не было проблем, вы просто жили, не парились, тратили все свои денежки. Вот. Если какие-то там вопросы, пишите в комментариях, кто открывает ННН. Поделюсь, вообще даже если не моя структура, другая компания, поделюсь, чтобы и вам было бесплатное обслуживание. И мне там тоже, вам, кстати, будет больше бесплатного, и мне тоже будет больше взаимопомощи. Вот. Так что открываем ИП, вообще ничего не боимся. Ничего тут страшного нет, все подаем онлайн. Получаем онлайн, все просто, открываемся, к вам приезжают на дом бесплатно, все оформляют. И вот так вы легко работаете с мобильным приложением онлайн, с мобильным банком. Стационарный вообще я не рекомендую открывать, потому что я, как уже рассказала, свой опыт какой-то он проблемный, не только у меня. У наставника тоже сегодня разговаривала. То же самое было, она тоже перешла на мобильный банк. Так что ничего не боимся, ИП вовсе не страшное. Страшное это когда другой вид, другие виды деятельности, доходов, расходов и так далее. Здесь вообще все настолько упрощено, что теперь вы вообще все знаете, что делать. И все это делается, открывается, открываете все за несколько дней, все это оформляете, пишете в обратку, получаете документы, все заявления заполняете, все за несколько дней, чтобы у вас было открыто. Не надо тянуть все. Нужно еще, кстати, будет компанию, скан документов, скан паспорта надо будет там. Но они вам все напишут. Единственное, самый долгий момент это сканировать свой паспорт. Заполнять заявление там несколько срочек уж, вписать какие-то данные свои, номер счета и так далее, фамилию, это тоже ничего трудного. Вот я говорю, самое долгое, наверное, и самое то, что мне не понравилось, это сканировать свои там ИНН и паспорт. Дольше всего занимает остальное, вообще все быстро. Сейчас все делается онлайн. Так что госуслуги обязательно регистрируйтесь, не только для этого дела, но и вообще по жизни, чтобы платить все и получать всякие различные скидки, бонусы и все подавать онлайн и не ходить, не стоять в очередях во всяких там ГИБДД, банках и так далее. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.